здравствуйте томск туда наконец-то приехала комиссия из генеральной прокуратуры пока еще выводы какие-то делать о том как поработала комиссии ну не комиссия а коллегия экскурсия в тгу важных гостей отменилась даже вроде были какие-то обращения какие-то задержания но но приема граждан не было какие-то итоги подводить еще рано об этом мы поговорим потом мы в томске были много с кем поговорили много чего видели сюжет можно посмотреть о нашей поездке в том туда вошло далеко не все много материала еще осталось я опять вернусь клинике санте и к уголовному делу врачей нас нашу редакцию я видел такие обвинения слышал даже такие обвинения что мы не уделяем внимание сути ну то есть а в чем же все-таки уголовное дело в чем его суть то а давайте вот сейчас мы и уделим немножечко совсем чуть-чуть внимание сути данного уголовного дела я напомню 159 часть 4 мошенничество и 238 оказание услуг несоответствующим правилам безопасности давайте возьмем 159 часть 4 мошенничество сумма которая фигурирует в деле якобы похищенные 26 миллионов это не целевое расходование средств омс наказывается штрафом в размере 10 процентов от суммы закон номер 326 фезе откуда там 159 мошенничество по которой еще кстати и врачей я имею ввиду софию мазейну и евгению семенову тоже обвиняют как они бы эти деньги то получили которые по безналичному расчету перечисляются насчет клиники они какой доступ к этим деньгам могли иметь но следствие расследует и обещает нам во всем разобраться 238 это оказание услуг которые не то не соответствуют требованиям безопасности в данном случае то есть просто плохо лечили давайте послушаем сейчас супругу ее муж лечился в клинике санте от онкологии я не буду тут говорить диагноз тут не так важен он следственный комитет приглашал моего супруга как это сказать для дачи пояснений и в следственном комитете мой супруг узнал о том что он является потерпевшим от клиники санте что его очень сильно возмутило и было непонятно потому что мы этой клинике благодарны так как считаем что если бы не евгения сергеевна и суфия валерьевна то вполне вероятно то есть мой муж не смог бы победить болезнь не победить да она бы возможно начала прогрессировать не получается что муж у меня первое время чувствовал себя не очень хорошо даже самая семенова там согласие естественно мазейной они нам предлагали поддерживающую терапию то есть где-то снимали приглашали на капельницу снимали интоксикацию препаратов где-то поддерживающий печень препараты то есть все что у них было какие были у них препараты они говорили что если пациент то есть отношение на самом деле изумительно и нам очень жаль что как бы у нас нет возможности больше лечиться в санте или вот именно в санте потому что там очень комфортные условия были и по отношению врачей и медперсонала и в принципе по обстановке то есть комфортные палаты везде чистенько хорошее питание ну то есть когда на госпитализацию муж разложился я напомню ее супруг которому стало лучше который лечился в клинике санте его признали потерпевшим то есть человек который получал в клинике санте несоответствующее медицинское лечение женщина возмущена тем что ее муж признан пострадавшим по этому делу в клинике санте ему стало легче почему-то прокурор семенову начальнику следственного комитета щукину очень нужно чтобы мазейна семенова и фельдзингер сидели в сизо до суда понимаете люди умирают к сожалению от рака люди умирают медицины пока еще не всесильно но врачи делают все что могут все что от них зависит это врачи с многолетним стажем и мазейна и семенова а с ними то как поступают они я напомню сидят сизо наша съемочная группа приехал когда была в томске она хотела посетить эти суды по упродлению меры пресечения перед нашим носом там не только мы были там еще другие редакции были судебные заседания взяли и закрыли по причине что там якобы будут оглашены медицинские диагнозы да действительно формально в этом деле медицинские диагнозы фамилии больных могут быть оглашены но конкретно в этом судебном заседании о продлении меры пресечения как нам сказал адвокат этого не было давайте послушаем адвоката что он нам говорит представитель областной прокуратуры в судебном заседании кировского районного суда города томска заявил ходатайство об удалении из судебного заседания представитель средств массовой информации связь с тем что материал следователя содержит охраняемые законом тайны в частности медицинскую тайну и в дальнейшем по ходу судебного разбирательства когда государственный обвинитель исследовал материалы всего ходатайство следователя все все документы которые к нему прилагались ни в одном документе значит медицинская тайна не оглашалась первое дело было дело фельдингер которые закрыли екатерина давайте послушаем что говорит адвокат ходе самого проведения судебного заседания суд по мнению защиты встал на сторону следствия и прокуратуры лишив защитников право на выяснение выяснить вопросы волокиты у следствия причины по делу а также причиной не предоставления доказательств достоверных которые бы подтверждали как саму причастность екатерины викторовны к миненным преступлениям а также необходимость применения к ней стоить суровые меры пресечения почему суд снова и снова продлевает меру пресечения заключения в сизо до суда почему следствие чувствует она вот каким-то образом уверенно что они виноваты у них пока еще может быть недостаточно недостаточно аргументов и фактов но них скоро найдут скоро скоро вот уже сколько там следствие полгода длится еще немножко еще два месяца до апреля продлили срок содержания еще чуть-чуть и скоро они найдут и все и тогда все всем будет ясно и тогда им то уже я меду мазейный семеновый и фельдингер не отвертеться вот и это вот такой подход он называется обвинительный уклон кому он нужен кто в этом заинтересован в этом обвинительном уклоне мы приехали и хотели действительно узнать услышать своими ушами позицию следствия почему два врача и предприниматель по 159 4 по 238 сидят сизо чем они опасны что против них есть какая фактура какая фактура я чуть-чуть попозже скажу но я сейчас вам хочу дать послушать аудиозапись где софья мазейна в суде когда вот перед тем как еще суд не закрыли пока мы еще там сидели мы там были самом начале где она говорит почему она не хочет чтобы суд закрывали еще на говорит ну давайте послушаем сейчас это вот вы слышали что она сказала мазейна целых восемь часов провела в холодном стакане томск это сибирь в холодном боксе ждать когда привезут суд женщины мать нескольких детей я вы понимаете ну конечно же может быть ее обвиняют да но ее вина еще не доказано по-человечески то можно как-то относиться к женщине как это назвать и это же не первый раз с семеновой было нечто похожее она в боксе тоже просидела ожидая неких в холодном боксе ожидая неких каких-то следственных действий которые потом по каким-то причинам не случились а может быть даже и вообще не были назначены ну просто пусть посидит 6 до 2 она сидела в холодном боксе пусть посидит пусть подумает о своем поведении а теперь давайте мы вернемся к фактуре почему же они сидят-то а оказывается что есть письмо одно письмо мы как-то читали это главный врач который пришел после мазейной который писал о том что он опасается за свою жизнь что он боится что на него будет оказано давление показывается это письмо не одно там еще такое же есть мы защитники вот просили у суда просто домашнего ареста ну ладно допустим если какой-то свидетель там сказал о том что он якобы опасается за свою жизнь здоровью какой-то мужчина засвидетельствовал начаться в наследстве что вот случай если семенова будет находиться на свободе каким-то образом может угрожать его жизни и здоровье но ты весь евгений сергеевну семенова видели до женщина под какой она может этому свидетелю нести значит угрозу для его жизни здоровья мужчина пишет что он также боится что мазейна и семенова будут на него оказывать давление не просто интересно может быть они какие-то рецидивисты может быть они совершили насильственные преступления может они замечены в каких-то насильственных действиях до этого а нет ли здесь такого фокуса следствия берут мужчин найдут кого как бы лишь бы кого взять и они следствие умеет уговаривать прокуратура тоже дают вот такие показания что они боятся свою жизнь что не боятся что мазейна и семенова будут на них оказывать давление нет ли здесь желания посадить людей в сизо что потом держать всяких стаканах холодных перед якобы готовящимся следственными действиями перед судом держать несколько часов женщину тоже в холодном помещении чтобы хорошо подумали вы понимаете картина какая рисуется что возможно не хватает показаний нету каких-то объективных данных чтобы хорошо так посадить на несколько лет не не условный не дабы не дай бог один-два года это не серьезно вообще один-два года надо чтобы лет шесть и больше только вот не хватает фактура поэтому появляются какие-то мужчины которые говорят что им угрожали эти женщины и немедленно их нужно посадить сизо их сажают сизо и вот уже несколько раз продлевают и продлевают заключение в этом сизо и закрывают суд прямо перед журналистами какая фактура есть у следствия мы еще можем понять прокурора семенова и начальника следственного комитета щукина но почему председатель областного суда шкаляр допускает такие судебные решения ведь без ее ведома подобного решения в кировском судеба не было конечно же пока еще мы не знаем все детали уголовного дела ознакомление будет еще впереди возможно там есть такое возможно там есть прослушка возможно там есть какие-то признания возможно все это есть но почему-то мне кажется что если бы действительно это было следствие она бы ничего следствие бы ничего не боялась не за не закрывали бы суд было бы все более открыто их бы отпустили бы домой сидели бы они дома и ждали бы суда бы дома потому что у следствия все было у них была бы железная фактура но что-то мне говорит о том ничего существенного в этом деле нет уголовным и если они сами себя не оговорят а такое ну может быть потому что в принципе человек не железный понимаете рецидивисты ломаются то в виде фактуры могут быть эти показания вы знаете грустно на это все смотреть грустно и к сожалению я хочу еще вернуться опять комиссии мы выпустили фильм мы опросили мы разговаривали с томичами вот связались еще с одним томичом который тоже пострадал опять же на стройке у аминова человек ну пришел устроился на стройку водитель сам по профессии устроился на стройку заключил какой-то договор но договор который он заключил его унесли сказали что там нужно поставить какие-то печати и там через неделю это в шестнадцатом году еще было через неделю через сколько-то на него падает балка на стройке которая стройка принадлежала тогда аминову это был очередной какой-то завод который территорию эту землю которую аминов купил и на нем на ней что-то строю в шестнадцатом году еще и вот он с тех пор пытается доказать что он у аминова у рената аминова работал и со мной получается что балка упала но я две недели там проработал всего падает металлическая балка и потом пропадает этот договор все и мне этот знакомые стали помогать и дали мне юриста по гражданским делам ну как бы все с ним обговорили мне даже с прокуратуры звонили сказали что у вас есть трудовые отношения я как раз в центре лежал аппарат мне делали на ноги на фрунзе 5 у нас здесь он ко мне туда приходил сказали что есть трудовые отношения а потом через какое-то время позвонили скажи у вас нет трудовых отношений то есть вы договорил я говорю вы договор не ну да он должен был печать поставить и все его он ее не поставил не поставил да ну я как буду без задней мысли дую откуда я зашу с собой случится что-нибудь случится ну понятно оттуда вот так и разный договор пропал меня с реанимации вывезли это в палату перевели жена пришла я у нее спрашиваю тебя кто-нибудь опрашивает но и опрашивали там когда надо действительно когда все произошло но полиция на место не приезжала место осмотра не проводила я везде делал запросы и со следственного комитета у меня есть ответ что им поступил с отдела полиции только через месяц и осмотреть место происшествия не якобы не могут а 5 августа через два месяца там парня нас плитой раздавила у меня такое мнение что там по 143 угол статье уголовного кодекса аминова должны были ну получается уголовная ответственность он в течение трех дней обязан был мне сам сам со мной заключить договор с любым рабочим который не рабочил работает а он это исходил от налогов убегал от налогов ничего не оплачено много документов которые подтверждают чего что он налоги куда-то не вносил там что понятно что прокурору семенову и начальнику следственного комитета щукину не до проблем эдуарда кабаша который кстати остался инвалидом первой группы им главное посадить врачей клиники санте вы знаете томск ведь это город трудовой славы вот есть такой памятник в городе томске где женщина со снарядом ребенок рядом то есть это вот говорит о том вот кто в войну работал кто тут в тылу ковал победу которые осуществлялся там на передовой великую отечественную сейчас все эти легендарные предприятия которые когда-то позволили нам эту войну выиграть нашим дедом они прекратили свое существование на их местах на местах этих заводов сейчас построили торговые центры жилые комплексы отличился здесь к сожалению ренат аминов да есть такой застройщик в томске известный застройщик в томске да уже не только в томске известный застройщик так он ведет бизнес скупает землю мы о нем расскажем потом более подробно что чё как скажите мне вот как поднимать промышленность как обеспечивать программу по импортозамещению если на местах заводов и предприятий сейчас стоят торговые центры и жилищные комплексы конечно людям нужно где-то делать покупки конечно нужно где-то жить но но им нужно где-то и работать как повышать обороноспособность страны если на месте военных предприятий аминов построил жилые комплексы но прокурору семенову и начальнику следственного комитета щукину дело до этого нету у них главное это дело врачей земли то в томске все меньше и меньше а строить надо и надо инструментарий средства становится все радикальнее и радикальнее то ли еще будет я надеюсь что когда-нибудь законность восторжествует и мы будем действовать по закону а не по понятиям и не по каким-то договоренностям мутным странным и каким-то правилам которые придумали определенные люди имеющие власть вы если вы из томска и у вас есть какая-то проблема пишите присылайте документы видео мы все проверим и если действительно там что-то есть если это не просто какие-то слова такое тоже к сожалению бывает мы обязательно об этом расскажем а пока что до свидания